Виктория Нечаева 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 В целом ситуация в городе достаточно стабильная. В сложившихся условиях Брест продолжает функционировать в рабочем режиме. Как отметил Александр Рогачук, сейчас очень важно не нагнетать. Лишняя паника лишь послужит поводом для разобщения людей. Подходить к любой информации важно грамотно. Помимо того, что мой работник ведет контроль всех поступивших вопросов, я себя в рабочей тетради тоже делаю соответствующие записи, чтобы где-то в рабочем порядке, не чисто бюрократически, но уже чем-то на что-то обратить внимание. Абсолютно житейские вопросы, которые держатся на контроле власти, но благодаря вот этим прямым линиям, благодаря тому, что это все находится в отражении и где-то в сердце здесь остаются, ну и самое главное ежедневники, тем более будет решено. Пользуясь случаем, хочу обратиться к брещанам, что власть оперативно реагирует на все вызовы, которые есть вокруг нашей страны, вокруг нашего города. И я думаю, что оснований для паники, оснований для беспокойства нет. Ситуация на потребительском рынке стабильная. Естественно, будут какие-то, возможно, ажиотажные моменты в интернете, но надо в этой ситуации быть спокойнее и не бросаться в крайности. Все озвученные темы будут взяты градоначальникам на карандаш. Представители вертикали власти открыты к просьбам и предложениям людей. Одно из них подтолкнуло к детальной проработке вопроса. Хотят, чтобы мы совместными усилиями построили такой хороший дом престарелых на высшем европейском уровне. Готовы взносом соответствующим, соответствующими пенсионными отчислениями быть соучастниками этих инвестиций при условии пребывания в этом доме. Интересная тема, абсолютно уже опробированный европейский опыт, который, я думаю, что пусть не сразу, но должен приживаться и на Брестской земле. Анастасия Ноздрин, Платницкая, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Специально для итоговой программы. Один из главных вопросов на прямой линии с Александром Рогачуком – коронавирус. Мы также решили узнать, так сказать, из первых уст, какова ситуация с распространением коронованной инфекции в Бресте. Паниковать и истерить не очень хочется. Запугивать и без того напуганных людей – не выход. Будем говорить по факту, основываясь на комментарии компетентных специалистов. Итак, коронавирус, инфекция, новый штамм гриппа зарегистрирован в 185 странах, а потому Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта о пандемии коронавируса. А это значит, все мы проходим проверку на прочность, поскольку этот грипп вносит определенные корректировки в планы людей, городов и стран. Какова ситуация в Бресте? Есть ли возможность не заболеть? И что дальше? В ситуации разбиралась Ирина Кузьмич. Казнить нельзя помиловать. В каком месте поставить запятую человек, зависит от человека. Так и в случае с коронавирусом. Насколько ответственно подойдет каждый из нас прежде всего к мерам профилактики, зависит распространение инфекции. Пораженная вирусом Италия – тому пример. Вовремя не приняли предупреждающие меры. Сегодня в мире зарегистрировано более 234 тысяч случаев заболеваний. Количество летальных исходов – 11 тысяч. По официальным данным, в Беларуси ситуация находится под контролем. В нашей республике Беларусь зарегистрировано 19 марта 51 случай, подтвержденный коронавирусной инфекцией. В городе Бресте и Брестском районе на сегодняшний день таких случаев не зарегистрировано, хотя ситуация может поменяться в любой момент. Но хотя случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано, не секрет, что в инфекционном отделении областной больницы под наблюдением находится в настоящее время 28 человек, которые либо контактировали с больным коронавирусной инфекцией, либо находились в неблагополучных странах. Они обследованы на коронавирусную инфекцию и будут находиться под наблюдением 14 дней. В Бресте усилены профилактические мероприятия, позволяющие не допустить распространения коронованного вируса. Все лечебные учреждения города проводят работу по быстрому выявлению и грамотному лечению больных COVID-19. Мы проводим профилактическую противоэпидемическую работу, направленную на недопущение завоза и распространения коронавирусной инфекции в Бресте и в Брестском районе. В частности, организован санитарно-карантинный контроль. В нашей республике, наверное, в одной из единственных стран этот контроль сохранился. То есть действует СКП на автодорожных пунктах пропуска, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах. В частности, на автодорожных пунктах пропуска работают СКП областного центра гигиенопедемиологии, на железнодорожном вокзале нашего Брестского зонального центра гигиена и эпидемиологии. Но и мы также выезжаем в аэропорт к прилету самолетов, в частности, сейчас из Египта, и тоже проводим совместно с медпунктом аэропорта санитарно-карантинный контроль. Он заключается в чем? Проводится дистанционная термометрия, используются тепловизоры, бесконтактные термометры, опрос о состоянии здоровья прилетающих, приезжающих, ну и анкетирование, кто откуда прибыл, выясняют, был ли в контакте с больным, в каких странах находился. Пограничники, таможенники, санитарные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, работают на результат, минимизация дальнейшего распространения вируса – главная цель. У фармацевтов акцент другой – оснащение государственных аптек необходимыми лекарственными профилактическими средствами. Они отмечают, что спрос на антисептики и медицинские маски в последнее время очень вырос. Очень востребованы сегодня спиртосодержащие антисептики и дезсредства. За ними в аптеку обращаются не только население, но и учреждения здравоохранения, образования и иные организации. Отмечу, что средства из данной номенклатуры с аптечного склада поступают в аптеки города, исходя из возможного количества, поставленного в областной аптечный склад поставщиком. Далее поставки будут осуществляться в рамках заключенных договоров. Специалисты могут предложить иные средства из этой группы – раствор хлоргексидина, антибактериальные гели и салфетки. Люди скупают и запасаются впрок средствами индивидуальной защиты, несмотря на то, что в городе редко встретишь человека с маской на лице. Общая истерия, страх передается это так, естественно, так будет всегда, но каждый человек должен внутри, наверное, пытаться справиться со своими внутренними страхами в первую очередь. Надеяться на лучшее. Вообще не боюсь, как видно, без маски, без антисептика, все хорошо, мы справимся. Вы не страшны, даже несмотря на то, что я работаю в торговле. Скажите, вы как-то себя защищаете, средства защиты? Да, руки обрабатываем, конечно, постоянно, то есть почти после каждого всех покупателей нужно обрабатывать руки. Но стараемся поддерживать личную гигиену. И пока руководители аптек продолжают работу по оперативной поставке производителями антисептических, дезинфицирующих средств, медицинских масок и других товаров аптечного ассортимента, открытым остается другой вопрос. Что делать с людьми, которые находятся здесь и ждут, когда им разрешат ехать дальше? Ситуация на границе, в частности, мы побывали на контрольно-пропускном пункте Козловище, сегодня нормализовалась. Очереди не такие большие, как были несколько дней назад. А для того, чтобы создать водителям необходимые условия, городские власти организовали работу на подъездах к пунктам пропуска, работу автолавок, снабжение водителей горящими обедами, есть биотуалеты, урны. Здесь вот кафешка есть, вот гостиница. Раз. Потом там, в терминале, там уже нам тоже кафешка есть. Контейнеры вдоль дороги поставили, очень много мусорных контейнеров, это тоже удобно. Я только что ехал с Аербайджана, 10 дней на границе стояли, 7 дней на терминале стояли, 17 дней ровно, без коронавируса. Здесь, я не знаю, здесь была очередь, но пропало. У нас всего хватает. Что у нас снимать? У нас все с собой. Мусорники тоже стоят на обочинах, есть. Быстро, никакие, как говорят, что тут катастрофа, никого катастрофы нет. Все нормально. Итак, ситуация на границах находится под пристальным контролем. Введены необходимые меры для выявления и устранения опасности. Но следует помнить, что многое зависит конкретно от человека. И дело не только в масках и антисептиках. Если человек заболел, у него появились признаки остро-респираторной инфекции, значит, он должен вызвать врача и ни в коем случае не посещать организованные коллективы. Если он находился в течение последних 14 дней где-то в зарубежных странах, а тем более в неблагополучных странах, он должен в обязательном порядке вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о факте нахождения в той или иной стране. Он должен самоизолироваться, не контактировать с близкими, в первую очередь с детьми, с пожилыми людьми, с больными, хроническими заболеваниями. Каждый должен придерживаться этих правил. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич для программы «Итоги недели». Эти люди знают все о доступном и качественном сервисе. День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения отмечается ежегодно в 4 воскресенье марта. Брестское городское ЖКХ – это большая армия работников. Всего там трудятся 4,5 тысячи человек. Жилищно-коммунальное хозяйство включает несколько крупных подразделений. Они занимаются цветоводством и земляными работами, теплоснабжением и освещением, очисткой воды и уборкой городских территорий, строительством зданий, мостов, сносом старых сооружений, прокладкой дорог. И это лишь малая часть их работы. Задачи не из простых, и с ними они справляются. Начальник участка по обслуживанию повысительных насосных станций предприятия «Брестводоканал» Александр Горецук – один из таких. Своей работе мужчина посвятил всю жизнь. Работает четверть века – 25 лет. Не раз признавался лучшим в своей профессии, но последняя награда, считает Александр, выше всяких похвал. Приказом министра награжден нагрудным знаком почетный работник жилищно-коммунального хозяйства. Но об этом он говорит скромно. Куда охотнее о любимой работе. Мы обслуживаем повысительные станции. Это станции, которые в город подают воду водозаборы, они обслуживают водой до пятого этажа. А выше пятого этажа уже стоят по городу повысительные станции, которые качают воду на дома, которые выше 50 этажей. Мы их обслуживаем, ремонтируем. И таких людей в городской системе жилищно-коммунального хозяйства – 4,5 тысячи человек. Различных профессий, специальностей. Они работают на подведомственных предприятиях, обеспечивая городу комфортную жизнь. Благоустраивают и украшают, создают уют, наводят порядок и в дождь, и в снег, и в зной. Каждый год в Бресте вводится все больше и больше новых достопримечательностей. В прошлом юбилейном году на несколько точек притяжения стало больше. Сквер Пушкин, парк Тысячелетия, городской сад. Последних слову объект не застывший. Работы на его территории активно продолжаются. Я горжусь городским садом, в котором мы находимся. И я всем говорю, что если говорить о том, что в городе Бресте сердце Бреста находится в Брестской крепости, то по моему глубокому убеждению в городском саду находится душа. И не зря именно на камне, который был воздвинут именно в городском саду, появилась икона Божией Матери. Это говорит о том, что сделано быугодное, хорошее дело. Более 20 дорог – это рекордное количество – было капитально отремонтировано в юбилейный для Бреста год. Проведен масштабный ямочный ремонт. Заменены бордюры, нанесена разметка. Глобальные изменения происходят на очистных сооружениях. Если раньше у руководителей ЖКХ этот объект вызывал головную боль, то сегодня станцию все называют гордостью Бреста. Масштабная реконструкция в завершающей стадии неприятного запаха в городе с каждым месяцем все меньше. Если учесть, что наши очистные были построены в 1969 году, и последнее обновление или реконструкция было в 80-х годах, город растет, новые производства у нас появляются в городе, поэтому потребовалась и реконструкция наших очистных сооружений. И в связи с тем, что за вот этот большой промежуток времени было и новые технологии, новые оборудования, старое уже износилось, в связи с этим пришлось нам реконструировать вот эти все очистные сооружения. Не дожидаясь весны, работники коммунальных служб уже приступили к ямочному ремонту дорог и посадке деревьев. В прошлом году высадили рекордное количество зеленых насаждений. Более 10 тысяч деревьев высажено за два месяца 2020-го. Не менее 17 тысяч зеленых насаждений планируется высадить в этом году в день по несколько сот деревьев. 19-й год для нашего предприятия был переломным моментом, то есть мы проверяли на прочность и работоспособность наших людей, машин, механизмов. Поэтому в целом год прошел хорошо, предприятие наше сработало с прибылью, сумели мы на должном уровне провести тысячелетия, провели уборку, провели озеленение городских территорий. Поэтому я как руководитель предприятия доволен работой своего предприятия. Не останавливается работа на предприятии, аналогов которому нет в Беларуси. Речь об резком мусороперерабатывающем заводе. Помимо вторсырья здесь вырабатывается теплоэнергия, которая впоследствии используется предприятием Брестэнерго. Таким образом электроэнергия поступает в городскую сеть. Нам удалось модернизировать, хоть он завод относительно новых, ему всего лишь 10 лет. Нам позапрошлым годом удалось модернизировать и мы увеличили долю отбора ВМР до 15%. Это не считая органические вещества. Если с органическими веществами, это более 30%. Для республики таких цифр пока это недостижимо. Всех, кого не обходит стороной дата, объединяет одно – значение их труда для жизни города. Практически все, что было создано за тысячелетнюю историю, все, что было создано к тысячелетию Бреста, и все, что будет делаться в новом тысячелетии, находится в руках коммунальщиков. Во всех практически 30 объектах, которые были сделаны к тысячелетию, нет ни одного объекта, в котором не принимали участие в той или иной сфере, в той или иной отрасли именно работники ЖКХ. Будь то освещение, будь то вода и канализация, будь то просто озеленение. То есть мы везде участвуем, без нас ничего просто не могло быть. От всей души хотел бы поздравить всех работников ЖКХ, сказать огромное спасибо за их нелевки и порой незаметный труд. Я всегда говорю, когда нас не хвалят и не замечают, значит мы замечательно работаем. Удачи, любви, здоровья и, конечно же, не унывать. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели». Все о новостях Бреста. И мы продолжим тему ЖКХ. Но немножко в другом ракурсе. Если остановиться и задуматься, то каким, по вашему мнению, должен быть современный город? В первую очередь, удобным для его жителей. А это во многом зависит от внешнего вида зон отдыха, которые в нем существуют. Несколько лет назад по инициативе мэра города Александра Рогачука были начаты работы по возвращению в областной центр парка на углу улиц Машерова и Ленина. Сегодня эта территория именуется городским садом. Уютная, красивая, облагороженная. Несмотря на большой объем выполненных работ, благоустройство рекреационной зоны продолжается. Очередное озвученное градоначальником предложение – создание аллеи лавочек предприятий. Есть аллея фонарей. Почему бы не продолжить традицию, но уже в новом формате. Это будет общим вкладом в создание современного города. Кроме предприятий, проект могут поддержать и просто желающие. Чем сегодня живет городской сад и каковы планы по его преображению на будущее? Расскажем прямо сейчас. Я рядом живу, вот в этом доме. Ну, это сказка. Мне так нравится. Вот это все новое, все красивое. Я говорю, с таким вкусом все сделано. И вот как они стараются, работают. Как они со всей душой это все делают, относятся ко всему. Да, с первых дней своего открытия городской сад получил статус одного из самых популярных мест в духу горожан. Еще бы. Удобное месторасположение, транспортная доступность, а теперь еще и выход к живописным берегам Муховца. Приоритеты выбора брещан очевидны. После того, как коммунальники привели в порядок лесополосу, через парк к водоему люди стали проходить не только проторенными дорогами. Понимая, что зарасти народной тропе не суждено, власти города предложили проект по расширению пешеходной инфраструктуры. Новые дорожки сейчас прокладываются, а вдоль них вскоре появятся именные лавочки. Заказать их может и предприятие, и просто заинтересованные горожане. Мы будем изготавливать эти скамейки по утвержденным эскизам, по утвержденным образцам. Всех желающих, кто хочет поучаствовать в этой акции предприятия, ведущие предприятия города Бреста, а также физические лица, частные лица, мы рады приветствовать вас. Мы готовы взять ваш заказ в изготовлении. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы поможем вам вековечить свое имя в истории города Бреста. Среди тех, кто захотел ввести свой вклад в благоустройство города, в своем большинстве – ведущие предприятия и организации областного центра. Хотя активность проявляют и горожане, и уроженцы Бреста. Свою именную скамью изъявил желание установить известный композитор и музыкант Эдуард Ханок. Желающих оказалось очень много, поэтому в ближайшие перспективы будет рассматриваться вариант установки на аллее и других арт-объектов. Участие жителей города, вот эта тема именные лавочки, она достаточно популярна во всем мире. И у нас уже желающих больше, чем этих лавочек нужно. Поэтому мы можем переключиться на другую городскую мебель. Мы можем, например, поставить при спуске с городского сада, например, качели для взрослых, которые будут интересны не только детям, но и всем, кто гуляет по набережной. Можно добавить, не знаю, там шезлонги могут появиться, могут появиться еще элементы инфраструктуры. Если итальянцы говорят о том, что все пути ведут в Рим, то в нашем городе эту поговорку можно применить в отношении набережной. Сегодня к ней существует несколько подходов. И архитекторы активно думают над тем, чтобы сделать эту зону отдыха максимально разноплановой и интересной. Причем в любое время года. Оптимальная ситуация – это когда набережная будет работать круглый год. Не только летом, но и чтобы это можно было и зимой там находиться. Должны появиться пункты проката. Это помимо велосипедов, электросамокатов, может быть, появятся и зимой лыжи, коньки. Поэтому идея в том, чтобы больше в городе появлялось пешеходных пространств, которые работают круглый год и которые позволяют людям не только сидеть дома, а еще и побольше гулять, дышать воздухом и делать город более комфортным для проживания. Творческим и креативным предпринимателям стоит задуматься и о том, как можно развить свой бизнес. Власти города открыты к интересным предложениям. Создания на набережной тематических кафе, летних площадок, ресторанов на воде, оставшиеся после переноса речного порта баржи, могут быть переданы для дальнейшего использования. Только так можно сделать отдых в нашем городе интересным и современным. Есть разные виды набережных, и набережная, так же, как и город, должна быть разнообразная, чтобы менялся и ландшафт, и чтобы можно было и ближе спуститься к воде, находясь на лавочке, прогуливаясь, можно видеть воду. Бетонная стеночка, она все-таки является неким барьером, поэтому будут разные форматы вот этой набережной дальше реализовываться. В 1988 году в прокат вышел американский фильм «Человек-дождя» с Дастином Хоффманом. После этого аутичных детей стали называть «дети дождя», а детей с синдромом Дауна – «дети солнца». По мировой статистике, на 700 новорожденных один ребенок рождается с этим заболеванием. Солнечные дети общительны, любознательны, правда, их развитие идет медленнее, чем у обычных детей. Но усилия родителей, педагогов позволяют этим малышам впоследствии заниматься в обычных школах и практически не отличаться в своем развитии от сверстников. Проблеме «Детей солнца» посвящен особый день 21 марта – Международный день человека с синдромом Дауна. Они улыбаются искренне, они любят окружающих всем сердцем и открываются другим людям. О солнечных детях и их семьях расскажет Ирина Кузьмич. Семья для 23-летней Саши Фололеевой значит многое, потому как поддержка и любовь самых близких людей помогла ей и ее родителям справиться с трудностями, которые стали на их пути. Любовь безграничная, искренняя – именно такое окружили мама, папа, дедушка и бабушка новорожденную Сашеньку. Диагноз, поставленный врачами, синдром Дауна не испугал, не отвернул, не заставил опустить руки. Наоборот, все сплотились, чтобы сделать жизнь девочки полноценной и счастливой. Вначале, наверное, это просто не понимал, как сон, наверное, как будто бы, ну не должно было с тобой случиться, но вот такое случилось. А потом, конечно, был страх, потому что не знал, что делать. Мне кажется, вот сейчас уже, ну, в эти дни, как-то больше знаешь, больше как-то помогают, больше можно узнать из интернета. А тогда как-то, ну, не было такого. Поэтому, наверное, было страшно от того, что ты, ну, не знал, что делать просто. А потом все. Потом, когда уже приехали с роддома, просто начинается жизнь. И все. И все идет своим чередом. То, что у девочки синдром Дауна, стало ощущаться только по мере ее взросления и развития. Со временем все домочадцы перестали замечать ее особенности. Привыкли к ней и очень полюбили. Сегодня они обычная семья с большим количеством друзей и знакомых. Саша каждую неделю гостит у бабушки и дедушки, а потому так близка с ними. Все родные отмечают, что с появлением солнечной Сашеньки жизнь в семье Фалалеевых изменилась. Конечно, она какое-то тепло, добро внесла. Она нас поменяла. Приходишь ты с работы. И что первое, Сашка выбегает, она сразу обнимается, целуется, она скучает в течение дня. И так совсем. И папочка у нее, и мамочка. И она всех очень любит. Дедушка у нее, это первый друг. Веселый. Веселый. Жизнь людей с синдромом Дауна до сих пор окружена массой предрассудков. Их могут не замечать вообще или наоборот, вызывать излишний нездоровый интерес. Бывает, что очень хорошо. Я думаю, ну, наверное, те, кто может столкнулся с этой проблемой. Может, просто кто-то больше знает об этом. Те хорошо относятся. А бывает, что искоса смотрят, конечно. Вначале это было, конечно, очень тяжело. Потом привыкаются. На данный момент нам кажется, что она обычной. Просто ты понимаешь, что ребенок она будет всю жизнь. Они любят окружающих всем сердцем и открываются другим людям, если чувствуют доброжелательность. И их, солнечных и особенных в городе над Бугом немало. Только в дневном отделении территориального центра социального обслуживания населения Московского района насчитывается 13 человек с синдромом Дауна. Здесь они не просто занимаются разнообразной деятельностью, но и находят новых друзей. А значит, хоть и постепенно, социализируются и адаптируются в обществе. Для них проводится та же социально-трудовая реабилитация, как и для остальных ребят. В основном мы занимаемся в кружках. У нас два кружка. Культура слова и умелые руки. Часто проводим разные кулинарные занятия. Ну и, конечно же, по-различному проводим свой досуг. То есть у нас к каждому индивидуальный подход. Смотря кто что любит, какой у них уровень развития, что им нравится, какое у них настроение. То есть мы подбираем, конечно, каждый день, что-то такое интересное для них. Мы по мере своей возможности тоже с ребятами такую проводим, как арт, может, и терапию. И поем, и танцуем. И у нас в центре всегда отмечаем мероприятия 8 марта, День матери, 23 февраля. Ну и стараемся тоже с ребятами какую-то толику внести в эти концерты. Но ребята всегда очень с удовольствием занимаются танцами. И песни поют, мы и стихи учим. Люди с особенностями развития приходят в дневное отделение после обучения в коррекционно-развивающих центрах. Для них пребывание в отделении сравнимо с работой. Здесь они рисуют, вышивают, танцуют, а еще помогают в создании мягких игрушек и подделок. Каждый из этих ребят чем-то увлекается, и у каждого свой характер. Кто-то дружелюбный, открытый, а кто-то замкнутый и стеснительный. Руководители находят подход к каждому подопечному, чтобы им всегда было с ними интересно. Так и мы нашли общий язык с Надей, которая пригласила собрать картину из паззлов вместе с ней. Тебе это нравится? Красиво? Мне тоже нравится. Я хочу купить корону. Ты тоже бы хотела корону? Да. Ну да, красивая. У тебя нет такой? Тебе было бы красиво в короне? В общем, да. Эти люди искренние и добрые. Они никогда не обидят, а еще смогут подарить улыбку, которая долго будет вас согревать. Для того, чтобы они развивались и не забывали элементарных вещей, им нужно помочь адаптироваться в обществе и дать возможность реализовать себя. В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить. Это слова Сократа, и лучше не скажешь о детях, которых мы сегодня называем солнечными. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Хочу добавить, солнечные детки, конечно, требуют особого внимания. В них просто нужно верить и любить их такими, какие они есть. Как любит своих девчонок герой нашего следующего сюжета. Нашим корреспондентам удалось найти брещанина, который самостоятельно воспитывает двух маленьких дочерей. И с этим сама папа справляется великолепно. Мы работали над этим материалом в канун Дня родителей-одиночек. Дата имеет ежегодный характер. В основном родитель-одиночка ассоциируется с портретом женщины. Но нередки случаи, когда с ребенком остаются мужчины. Количество отцов в Бресте и Белоруссии в одиночку воспитывающих малышей точно неизвестно. Этот факт в обществе мало изучен. Известно другое. Мужчину никто специально не готовит к роли отца даже в полной семье. Суды редко выносят решения в пользу пап, когда речь идет о том, с кем останется ребенок после развода. Как это быть усатым мамой? Смотрите в заключительном материале выпуска. В современном обществе до сих пор есть стереотип, что папы не приспособлены к тому, чтобы самостоятельно растить и воспитывать детей. Да и вообще они все равно скоро женятся. Эти убеждения совершенно не подходят в отношении героя нашего сюжета – брещанина Виталия Патичука. Он – отец-одиночка. Мы не будем рассказывать, по каким причинам его жена оставила семью. Скажем лишь то, что новую маму своим детям молодой мужчина искать не собирается. Шутит. У него уже есть две замечательные дамы. Так сложилась судьба, что мы стали жить без мамы. С мамой все в порядке, просто у нее немножко другой образ жизни. Живем мы уже около двух лет вместе. Виталий – один из самых молодых отцов-одиночек Бреста. Ему 31, а его дочкам Дианочке и Евочке, так он ласково их называет, 6 и 7 лет. В девчонках он души не чает. Признается, сперва было тяжело, но со временем жизнь встала на свои рельсы. Разумеется, ни один папа не сможет заменить маму. Но с ролью любящего отца Виталий справляется великолепно, а помогает в воспитании дочерей бабушка Галина Викторовна. Сложно, с девочками сложно, потому что сын уходит в первую смену, мне приходится пол шестого вставать. Постоянно белые рубашечки в школе. Я сижу за этим, чтобы они всегда были чистенькие, аккуратненькие. Ну, естественно, готовка тоже на мне. Ну, а в целом, внучке – это радость, конечно. Ева всегда называет меня бабулечкой. Что тебе помочь? Давай я тебе лук почищу, давай я тебе чеснок почищу. Ну, картошку чистят они тоже, но режут квадратами. Ну, ничего, научатся. То есть девочки приучены к труду? Конечно, да. С самого маленького возраста вы их приучаете, чтобы они уходили? Да, да, да. Они даже как-то, и я задержалась на работе, они как-то начали стирать. Загрузили в таз и белое, и черное, и начали стирать руками. Не хватка внимания, любви и теплоты – это не про них. На вопрос, о какой семье мечтаете в будущем, дети единогласно отвечают о такой, какая есть сейчас. Каждому ребенку молодого отца подход индивидуальный. Девочки смышленые, бодрые, активные и разные. Маленькая Ева увлекается гимнастикой, а у старшей сестры Дианы много интересов. Я хочу стать ветеринаром, потому что мне очень нравятся все животные. Они красивые и очень милые. Я хожу на теннис в парке и на Динамо Брест на танцы. Вижу в дальнейшем жизнь только с ними. Только живу для них. Ну, кем стали, кем захотят, тем устанут. Буду помогать им в этом развиваться. Причин, по которым отцы самостоятельно воспитывают детей, много. Основных три. Смерть матери, лишение ее родительских прав и, если женщина ушла к другому мужчине. Отцам-одиночкам оказывается помощь в виде государственно-адресной социальной помощи, единовременного либо ежемесячного социального пособия. Для детей с инвалидностью в неполных семьях предусмотрена материальная помощь. Также оказывается психологическая помощь по запросу и гуманитарная помощь. В случае, когда ресурсов центра недостаточно, привлекаются общественные организации, такие как Белорусский республиканский союз молодежи, Совет лидеров молодежи при администрации Ленинского района, а также Красный Крест, где оказывается продуктовая помощь, помощь к школе. У нас в центре также есть клуб для многодетных семей Family City, где участвуют не только мамы, но и привлекаются к работе и папы. И, возможно, на будущей перспективе планируется такой опыт работы с именно отцами, и отцами, которые воспитывают детей самостоятельно. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. Это были главные события Бреста. Какими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас сегодня все. Нам, конечно, еще есть что сказать, но дождемся следующего эфира. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер телефона в Бресте – 54-63-67. А пока всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова